7800 шагов прошел за день исполняющий обязанности министра здравоохранения Башкирии. В то же время медицинское сообщество для поддержания здоровья рекомендует делать 10 тысяч шагов ежедневно. Максим Забелин признается, норму старается выполнять. Именно поэтому сегодня он вместе с другими уфимцами и гостями города присоединился к всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни». Собственным примером мы хотим показать, что малоподвижный образ жизни – это одна из причин многих заболеваний, болезни с лечо-сосудистой системой, нервной системой, опорно-двигательного аппарата. Поэтому будем сегодня шагать в здоровом образе жизни вместе со всеми. Уфа стала главной площадкой проведения акции. Мероприятие прошло в парке культуры и отдыха имени Мажита Гафури. Вместе со столицей Башкортостана 10 тысяч шагов к жизни также сделали в этот день жители других городов по всей России. Акция нацелена на формирование менталитета по ведению здорового образа жизни, нормализация веса, давления, холестерина, сахара. Я уверен, что если каждый человек хотя бы три раза в неделю будет делать 10 тысяч шагов, он чувствует себя лучше, будет здоров и настроение будет трудиться во благо своей семьи. В рамках праздника врачи измерили участникам пульс и давление. Также состоялась массовая зарядка, выступления артистов, флешмобы, передачи эстафеты по организации маршрутов здоровья. Так Уфа передала эстафету Нефтекамску, а республика Башкортостан – Чуваши. Ну, во-первых, это очень спортивная, молодежная акция. Мне хочется еще как бы участвовать в таких мероприятиях. Это важно для поддержания не только здоровья, но и хорошего расположения духа, хорошего настроения. Это очень сильно влияет. Прежде всего, каждый из нас должен заботиться о своем здоровье, не уповать на медицину, на врачей, на больницы. Забота о здоровье лежит на каждом из нас прежде всего. В нашей республике на сегодняшний день открыт уже 41 маршрут здоровья, 10 тысяч шагов к жизни. При этом активный образ жизни выбирает не только молодежь. Проект «Живи активно», который был инициирован депутатом городского совета Светланой Родионовой и компанией «Уфанет», с каждым годом привлекает в свои ряды все больше людей. Проект компании «Уфанет» «Живи активно» существует три года. Сейчас площадок уже 11. Начинали с трех участников на каждой площадке. Сейчас на каждой площадке более 50 человек. План расширять географию, выходить на новые районы, продвигать «Живи активно» в городах присутствия «Уфанет». Ходите скандинавской ходьбой. Все мышцы ваши будут работать. Потом походите подольше, конечно, не сразу. Все болезни от вас отойдут. Нравится. Я не думаю бросать. И дальше буду продолжать. Группе весело. Природа хорошая здесь. А лучше себя начали чувствовать? Вот помогают занятие этого? Помогает. Как молодая девушка бегаю. Присоединиться к проекту «Живи активно» может каждый. Адреса и расписание площадок смотрите на сайте ufanet.ru Анастасия Худи, Глеб Безбородов и Анастасия Никишина. Городской телеканал ЮТВ.